Привет, меня зовут Михаил, и я очень люблю готовить во фритюре. Есть множество вариантов, у нас это называется отбивная, в Европе называется шницель. Один из самых известных способов это так называемый веншский шницель или каталета меланеза, который делается из телятины и только шницель из телятины может называться венский шницель. Мы сделаем сегодня попроще, мы возьмем свинину и сделаем вот такое блюдо. Мне нужна конечно же свинина, я взял хорошие отбивные, мука, хлебные крошки, яйца, соль, перец, все. Мне нужно убрать весь лишний жир с отбивной, то есть мне нужно оставить только мясо. Я аккуратненько жир срезаю, я срезаю жир, потому что мы будем отбивать мясо, а жир вон в общем, ну как бы его не очень здорово. И теперь здесь у меня полкило, режу пополам, беру пленку, мы же не хотим всю кухню загадывать, кладу мясо в пленку и отбиваю не этой стороной молоточка, а плоской. Моя задача состоит в том, чтобы мясо по толщине было не больше полу сантиметра, а лучше даже меньше. Ну вот что у меня получается, то есть мясо стало тонкое, это нужно для того, чтобы прожарить его быстро. Один кусок готов, второй кусок. В чем фишка? Когда мы отбиваем мясо, то мы разбиваем волокна, да, и даже если вы берете более дешевый кусок, чем это, да, у вас будет очень вкусно, потому что мясо будет очень-очень мягким. Перчу, солю. Есть вариант, когда соль и перец смешивают с мукой, но мне как-то комфортнее, когда я уже сделал это заранее. Чтобы перец лучше пристал к мясу, лучше сначала перчить, потому что соль мелится мельче, чем перец, да, и она не даст перцу пристать к мясу, поэтому сначала я перчу, потом солю. Я заранее поставил греться сковороду с маслом, я беру нейтральное по вкусу масло для фритюра, проверяю температуру. Мне нужно, чтобы температура была примерно 180-190 градусов. Есть. Раз. Два. И яйца мне нужно немножко без фанатизма взбить. Ну и теперь действуем решительно, да. Сначала мясо в муку. Не нужно, чтобы было очень много муки, просто, чтобы она немножко покрыла мясо. Теперь мясо в яйцо, стекает лишнее. Теперь сюда, в сухарики, вот так можно посыпать, опять-таки без фанатизма. И сразу кладем в сковороду. Значит, когда кладем в горячую сковороду, аккуратно от себя, чтобы масло не брызнуло на вас. Значит, секрет шницеля в том, что то, что называется, мясо должно плавать в маске, да, то есть масла должно быть много, потому что, когда вы кладете мясо, оно немножко остывает. Нам нужно, чтобы мясо успело прожариться, но не пересушиться. Буквально по паре минут с каждой стороны. Переверну еще раз. За счет того, чтобы мясо отбили, оно очень тонкое, да, оно жарится реально очень быстро. Я тысячу лет не делал шницель, а тут пришел к родителям и мама мне сделала шницель. Мне так понравилось, что это настолько быстро, настолько просто, да, реально очень вкусно и ароматно. Поэтому делюсь. Первый кусок почти что готов, начинаю делать второй. В муку, в яйцо, панировочные сухари. Второй кусок в сковороду. От себя. Расправляю. Ну и пока жарится, я это лишнее все уберу. Мусора, конечно, много, да. Что на гарнир? Ну, классический шницель подается с картофельным пюре или с салатом из картошки или с чем-то таким тяжелым, чтобы себя убить, да. Такое все-таки блюдо довольно немецкое, да. Я считаю, что это перебор, поэтому я сделал очень простой салат из помидоров. Буквально немножко порубил мелко помидоры. Добавил немножко кинзы. Я добавлю немножко лимонного сока, перец. Переворачиваю шницель. Вот такой, короче, получился. Ну и пока у меня дожаривается второй шницель, я перемешиваю салат. Я посолю в самый-самый последний момент, потому что соль потянет сок из помидоров, да. Я не хочу, чтобы помидоры были кляклые. Еще минутка. Может, мне венца пока себе налить, а? Прекрасно. Очень простое, деликатное, хорошее вино. Выключаю сковороду. Даю немножко стечь маслом. Сюда немножко соли. Буквально чуть-чуть, потому что, по сути дела, помидоры выступают как альтернатива кетчупу, да, в данном случае. 5-7 минут. Немножко загаженной кухни. Ну, прекрасный обед или ужин у двоих готов, да. А, самое главное забыл. Чуть-чуть сбрызгиваю лимоном. Пробуем. Вот. Мясо пропеклось. Оно абсолютно не сырое. А с моим салатом из помидоров просто замечательно. Лоток вина. Поэтому не забывайте, конечно, подписываться, ставить лайки. Готовьте. Это очень просто. Это очень вкусно. Как я уже сказал в самом начале, вы можете сделать это из телятины. Тогда это будет настоящий лент кишницы. Но из свинины... Ммм. Я доволен. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok